Возвращаются на этой неделе с третьим эпизодом четвертого сезона. После концовки прошлой серии, где Ривера похитил незнакомец, чуть не убив его, а Дэвид Картрайт скрывался со Стэндишем, этот эпизод развил сюжет, приблизив нас к пониманию происходящего с организацией во Франции и ее связи со всем, что происходит с Дэвидом. С захватывающей концовкой, полной действия, давайте разберем этот эпизод и все, что в нем было. Вот объяснение концовки третьего эпизода четвертого сезона «Медленных лошадей». Предупреждаю, это видео будет содержать спойлеры. Объяснение концовки. В этом эпизоде развивались три основные сюжетные линии. Клод пошел против Дианы, поручив Гитти изучить старые дела на предмет других холодных тел, MI5, связанных с преступниками. Мы у нас был Ривер во Франции, пытавшийся понять цель своего похищения. И также французский киллер в Лондоне, намеревавшийся устранить другого старика, о котором упоминалось в прошлой серии. Это был Сэм Чепман. Давайте сначала рассмотрим Клода. Клод – человек, который любит действовать по правилам, но очевидно, что подрывная деятельность Дианы и чувство неполноценности перед ней начинают его беспокоить. Его заставили подписать непрочитанный документ, связавший его с уничтожением личности Роберта Уинтерса и использованием холодной личности агента MI5 во время атак. Теперь он хочет взять дело в свои руки и выяснить, есть ли еще какие-то сокрытия и что-то, о чем, по его мнению, он должен знать. Лично я думаю, что для Клода это плохо кончится. Мы видим, что вес и влияние Дианы сильно отличаются от его. Молли, назвав Клода Хорьком, показала неуважение к нему. Похоже, это типично для агентства. Если Диана узнает, что он поручил Гите копать прошлое, она может попытаться его подставить. В анонсе следующей серии говорится, что она скрывает тайну. Видимо, Гите что-то раскопает. Истории связаны. Интересно, найдет ли Гите что-то о пребывании Сэма Чепмана во Франции в 90-х. Теперь рассмотрим Дэвида Картрайта и причину пребывания Ривера во Франции. Дэвид явно очень болен и с трудом понимает, что реально, а что нет. Однако некоторые фразы Дэвида показал, что он единственный в МА-5, кто реально знает, что происходит, но не может это четко выразить. Дэвид сказал, бомба, все эти люди, бедные люди, это моя вина, все моя вина. Он также упомянул, что грядет что-то ужасное. Надо сказать первому столу, что идет, намекая на новую атаку. В эпизоде выяснилось, что нет доказательств поездки Дэвида в Левант, но его помощник Сэм Чепман был там в 90-х. Видимо, поэтому французский киллер охотился за Сэмом, из-за его прошлого там и почему Дэвид был целью. В прошлом эпизоде киллер сказал, что тот может не знать, почему должен умереть. Фраза «должен умереть» интересна, она показывает неизбежность грядущей смерти. Очевидно, Сэму удалось избежать этого, так как Лам сбил убийцу такси. Лам постепенно собирает информацию, понимая отдельные детали по мере развития событий. Вероятно, Лам начнет расспрашивать Сэма о его времени во Франции, что может привести к откровениям. Похоже, все восходит к 90-м, даже личность Роберта Уинтерса. События тех лет тесно связаны с настоящим. Что касается пребывания Ривера во Франции, мы узнали, что его похитил человек в конце второго эпизода, так как женщина, желавшая встретиться с ним, была матерью Адама Локхеда, которую, как выяснилось, звали Бертран. Они приняли Ривера за ее сына и следили за ним, но были шокированы, узнав правду. За время их общения мы узнали больше о штабе организации и что ее лидера звали Фрэнк Харкнес, тот самый, чей голос мы постоянно слышали по телефону. Оказалось, Фрэнк заставлял женщин жить там, рожать ему детей, а потом выгонял их. Именно это случилось с матерью Бертрана, но когда она вернулась навестить его, словно ее и не существовало. Это, вероятно, из-за промывки мозгов в их группе и образа мышления, который он формировал у этих людей. Похоже, какую бы организацию Фрэнк не вел, он хочет держать все внутри. Мы также узнали, что настоящее имя Роберта Уинтерса было Ивз. У него было трудное детство, и он тоже жил в доме организации. Из какой организации они действовали? Нужно предположить, что Фрэнк дал добро на атаку в Эст-Акерс. До сих пор неясно, почему произошло нападение, но учитывая слова Дэвида о том, что это его вина, и он сделал это ради Ривера в начале эпизода, я думаю, Ривер тесно связан с происходящим. Ривер очень похож на Бертрана и родился в 1990 году, в тот же год, когда Сэм Чепмен был во Франции. Может, есть связь между ними, и Ривер – причина охоты на Дэвида и Сэма. Помните, Ривера воспитал Дэвид, а не родители? Может, его забрали оттуда в детстве? Пока это лишь теория, но, уверен, мы узнаем больше в следующей серии. Следующий эпизод называется «Возвращение». Ривер будет искать ответы в доме деда, там мы узнаем правду. Мой обзор эпизода – этот выпуск был явно медленнее предыдущих двух. В нем было мало откровений, он больше фокусировался на уже полученной информации и развитии сюжета. Но, как и в других сериях, темп был идеальным. Сюжет постоянно движется вперед, всегда происходит что-то важное. Не чувствуешь, что отстаешь или смотришь что-то неважное. Когда сцены меняются, не хочется вернуться к предыдущей, так как новая также захватывающая. Последние 10 минут эпизода были, пожалуй, самыми сильными, где Ривер сбегает от банды во Франции, приняв его за Бертрана. И мы не знаем, как он выберется. А также Сэм пытается уйти от французского убийцы. Просмотр был напряженным. События разворачивались по обе стороны канала. Лам просто взял и устранил убийцу. Момент, над которым я посмеялся. Это так в духе Лама. Никто не мог его остановить, но он, увидев шанс, сориентировался. Смешно и круто одновременно. Кого я мало хвалил в этом сезоне, так это Джонатана Прайса. Его игра в роли Дэвида Картрайта в этом сезоне просто невероятна. Он забывает вещи и теряет связь с реальностью из-за деменции. И чувствуется эта потерянность, когда он впадает в состояние, где не понимает, что происходит. Страшно наблюдать и невольно сочувствуешь ему в такие моменты. Люди, с которыми он общается в таком состоянии, тоже хорошо играют, отвечая так, что чувствуется не только их разочарование, но и огорчение из-за его состояния. История сезона потихоньку раскрывается, но многое пока держат в тайне. Мы на полпути, и я думаю, что дальше ставки повысятся, а откровения посыплются, как из рога изобилия. Ведь учитывая, что осталось всего три серии, еще много нужно рассказать. В этой серии мы мельком увидели Джей Кея во всей красе. Узнать, что его однажды держали в наручниках 72 часа и угрожали пытками, было неожиданно. Надеюсь, мы увидим его больше, потому что он кажется очень интересным персонажем. Честно говоря, он бы пригодился на улицах, пока за Сэмом следили, а не Маркус. Медленных лошадей часто называют неспешным шоу, и я думаю, это отличное описание. Но хорошо то, что темп, как я говорил, они действительно знают, когда поднять градус. Итак, вот и разбор финала третьего серии четвертого сезона «Медленных лошадей». «Медленные лошадей»